До сих пор мы говорили о цифроаналоговом преобразователе как о неком черном ящике, в который через n цифровых входов каким-то загадочным образом попадает цифровой сигнал, а на выходе получается уже аналоговый, пропорциональный входному. Давайте теперь перейдем на иной уровень абстракции и разберемся, как устроен ЦАП внутри. Начнем с того, что выходной сигнал ЦАП может иметь форму тока или напряжения. Для определенности мы будем рассматривать цифроаналоговые преобразователи с выходным напряжением, как наиболее распространенные. И у меня есть хорошая новость. На самом деле мы уже встречались с ЦАП, когда на прошлых занятиях работали с GPIO. Действительно, у нас был цифровой вход. В программе мы передавали в качестве аргумента функция GPIO output 0 или 1, после чего на плате зажигался ли газ-светодиод, и мы могли измерить выходное аналоговое напряжение, которое равнялось соответственно либо 0, либо 3,3 В. Вполне подходит под определение, которое мы дали ЦАП. Если говорить об электрической схеме, то роль самого простого ЦАП может играть однополюсный двухпозиционный переключатель, который соединяет выход с напряжением или с землей. Подобные приборы являются компонентами многих более сложных структур в качестве базового элемента ЦАП. Есть одна проблема. Пока что мы получали на выходе слишком мало уровней, всего два, но хотелось бы иметь ЦАП больше разрядности, чтобы не просто включать или выключать устройство, но использовать промежуточное состояние. Чтобы говорить более предметно, потребуется ввести несколько полезных терминов и дать их определение. Начнем с разрядности N. Это количество бит во входном коде. Бит, в свою очередь, это единица информации, то есть символ или сигнал, который может принимать два значения. Включено или выключено, да или нет, высокий или низкий, high, low, заряжены, не заряжены и так далее. Двоичная система счисления это единица или 0. Двоичный код это способ представления данных в виде кода, в котором каждый разряд принимает одно из двух возможных значений. Обычно это единица или ноль. Это все разряды. Разряд является рабочим местом цифры в числе. Порядковому номеру разряда соответствует его вес, то есть множитель, на который нужно умножить значение разряда в данной системе счисления. Например, в десятичной системе счисления число 145 равняется 1 умножить на 10 во второй плюс 4 на 10 в первой плюс 5 на 10 в нулевой. То есть цифра 5 в нулевом разряде справа, начиная с нуля, умножается на 10 в нулевой степени. Цифра 4 в первом разряде на 10 в первой степени. Цифра 1 во втором разряде на 10 во второй степени. То есть веса в десятичной системе это единицы, десятки, сотни и так далее. То же число 145 в двоичной системе счисления будет представляться как 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Справа находится младший разряд нулевой, слева старший седьмой. Между ними находятся все соответствующие разряды 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, это число равняется 1 умножить на 2 в седьмой, плюс 0 на 2 в шестой, плюс 0 на 2 в пятой, плюс 1 на 2 в четвертой, плюс 0 на 2 в третьей, плюс 0 на 2 во второй, плюс 0 на 2 в первой, плюс 1 на 2 в нулевой. Здесь веса это 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. То есть степени двойки. Вспоминаем, что количество символов в двоичном коде называют разрядностью двоичного кода. Разрядность данного кода получается равна 8. Двоичный код может быть позиционным, то есть значение каждой цифры в записи числа зависит от позиции, и непозиционным. Позиционный код лежит в основе двоичной системы счисления. Двоичный код может содержать информацию о числах, буквах, символах. Например, можно составить сигнал, который содержит слово МФТИ. Прописная кириллическая буква М в кодировке ISO 8, 8, 5, 9, 5 кодируется 8 битами. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Буква Ф кодируется 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Т 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. И 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. То есть это буква М, это буква Ф, это буква Т, это буква И. Мы при выполнении заданий ограничимся числами. То есть, по сути, будем просто переводить десятичные числа в двоичную систему счисления. А результат операции назовем цифровым кодом или сигналом. Итак, вернемся к цифроаналоговому преобразователю. Разрядность ЦАП определяет количество уровней аналогового сигнала, уровней квантования, которое может воспроизводить устройство. Для n разрядного ЦАП число уровней аналогового сигнала равно 2 в степени n, включая значение для нулевого кода. То есть, если разрядность двоичного ЦАП равна 4, то число уровней квантования 2 в четвертой степени, что равняется 16. Пока что мы сталкивались только с двумя уровнями аналогового сигнала, что соответствует двойке в первой степени, то есть, базовый переключатель является одноразрядным ЦАП. А что первым приходит в голову, когда мы понимаем, что нам нужно, допустим, 4 режима работы устройства? Например, 4 скорости вращения лопастей вентилятора. Кажется логичным завести 4 источника с разными напряжениями и каким-то образом переключаться между ними. Откуда взять эти источники различных напряжений? Если говорить о Raspberry Pi, то малинка выдает только 3,3 или 5 вольт. Во-первых, этого мало. Во-вторых, эти величины на самом деле получаются от одного источника питания 12 вольт. Просто это напряжение как-то преобразуется внутри компьютера и выдается в двух вариантах. Важно понимать, что у любого цифро-аналогового преобразователя сигнал на аналоговом выходе зависит от наличия сигнала на другом, часто внутреннем аналоговом входе, который принято называть опорным. Именно опорное напряжение преобразуется в соответствии с цифровым входом. Теперь мы можем дополнить нашу условную схему источником напряжения и сделать вывод, что нам не нужны новые источники питания. Нам нужен способ преобразования этого самого опорного напряжения. Примером такого преобразователя является делитель напряжения. О нем я расскажу в следующем видео. Захnas Захри Продолжение следует...